Доклад Для доклада приглашается Огородников Владимир Петрович, доктор философских наук, профессор. Тема доклада «Концепция диалектического детерминизма как основания учения Карла Маркса». Уважаемые товарищи, мы сегодня отмечаем две даты. Вот Александр Сергеевич сказал, это прежде всего 200-летие со дня рождения Карла Маркса. И поэтому, наверное, надо говорить, может быть, более широко, как Александр Сергеевич взял, предельное обобщение философское. Но я все-таки постараюсь это соединить с единичной предметностью по поводу учения Карла Маркса. И в то же время не уходить в такие глубины, как проблемы диалектического детерминизма, что может быть большинству присутствующих как-то так и непонятно. Вот опять сошлюсь на Александра Сергеевича, как на классика, моего старого друга-единомышленника, что действительно, чего нам не хватало все эти десятилетия, десятилетия нашей борьбы с буржуазным мировоззрением, вот целостного марксистского мировоззрения. И действительно, мировоззрение может быть только целостным, только системным. Какие-то отрывки, маленькие кусочки мировоззрения превращают это мировоззрение в отдельно взятые идеи, которые иногда и противоречивают друг другу, и поэтому становятся непонятными. Не широкому кругу читателей, не даже специалистов. Иногда на этом просто работают. Вот на этом отрывочном преподнесении тех же марксистских взглядов. Наши идеологические, наши классовые противники. Вот мы с Александром Сергеевичем в электрической обсуждали эту проблему. И пришли к выводу, что нам вот казалось действительно, что наши какие-то идейные противники еще в советский период, они еще там не понимают, не дочитали, не доучили и так далее. И это действительно так. Но гораздо более верной и истиной будет идея такая, что дочитали, доучили, поняли, но специально исказили. Особенно в последнее время, когда мы находимся, мы коммунисты, на переднем крае вот этой идеологической борьбы, мы начинаем это осознавать, что всякого рода теории буржуазные, они построены на нарочитом искажении истины, а не просто на забвении этой истины или нахождении ее на каком-то заблуждении. Вот. У нас часто говорят, что у нас там наверху-то дураки, что ли, чего это они придумывают. Нет, дураков у нас нет. Там наверху. Нет, 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 нет. Это упрощенный взгляд. И вот по поводу цельности мировоззрения я хочу процитировать специально вот тут. Нашел то, о чем мы с вами говорили, Александр Сергеевич, опять же, в поезде. Да? Вот. Замечательное произведение Владимира Владимировича, но не Путина и даже не Пронина, а Маяковского. Называется это стихотворение «Служака». И написано оно в 1928 году, подчеркиваю, в 1928 году. И два исполнения десятилетия со дня победы октября. Мы уже вот столетие отметили. А проблемы-то все те же. Какие проблемы? Вот «Служака». Что это за «Служака»? Владимир Владимирович Маяковский пишет о тех «Служаков» комсомолей и в партии, которые прикрываются для личных своих каких-то узкокорыстных целей, вот в частности и марксизму, и террории коммунизма. Я подцитирую это стихотворение в некоторых моментах. «Коммунизм по книжке сдав перевызов в решеизмы, он покончил навсегда с мыслями о коммунизме». Смотрите, как здорово. Как актуально звучит. Вот с этого все началось, когда наши выдающиеся товарищи, которые были тогда комсомольцами, одними из первых, в 1928 год, и вот они уже бюрократы от комсомола, бюрократы от партии. А дальше интересная фраза тоже. «За коряги якорятся там, где тихая вода, а на стенке декорацией Карлы Марлы борода». А как здорово звучит декорация, декор. В 1928 году, казалось бы, все кипит, да. Только что советская власть вступила в силу, да. Для нас это только что 10, там 11 лет прошло. А тут уже декор. Марксизм уже декором служит. Для кого? Для служак. Стихотворение, еще раз напоминаю, называется «Служака». И как это стихотворение замечательно заканчивается, обычно его знают именно по этой концовке. Я думаю, Александр Сергеевич говорит, я не слышал этого. А вот прочитаю, и это вы, Александр Сергеевич, и не только. Запишите. Да. «Помнить, что каждый день этап к цели намеченный шаг. Не наши, которые времени взад уперли лобов медь. Быть коммунистом значит дерзать, думать, хотеть смерть. Это вы слышали, Александр Сергеевич? Вот, понимаете, поэт, как наш пролетарский, это все замечательно выразил. А если в прозе, а если истина, то тоже надо вспомнить о нашем Владимире Ильиче еще и еще раз. Говоря о марксизме, нельзя не говорить о Владимире Ильиче. Потому что мы не... Вот Владимир Ильич писал, что нельзя понять вообще марксизма, не поняв, не прочитав до этого Гегеля. Да, действительно так. И заметьте, что еще Владимир Ильич вот на съезде, первом съезде комсомола, да, Союза молодежи, сказал, что коммунистом можно стать лишь тогда, когда обогатишь свою память знанием всех тех богатств, которые выработало человечество. Я в юности, вступая в комсомол, это 1961 год, я вступал в комсомол. Да, я думаю, как так выработать, вот выработано все человечество, знание всех богатств. Никогда тогда не станешь коммунистом. Ну вот это такой абсолют, да. Но стремиться-то к нему надо. И действительно, вот мы с Александром Сергеевичем-то уже старые марксисты, да, во всех отношениях старые. А все время вот идем вот с осознанием этого, что надо, не останавливаться над тем, что изучили. А дальше, смотри. И вот еще одна цитата из Ленина по поводу марксизма. Он пишет «Философия марксизма». Это из «Материализма и империокрисцизма» известная цитата, но я не могу здесь ее не привести. В этой философии марксизма, вылитые из одного куска стали, нельзя вынуть ни один основной постулат, ни одной существенной части, не отойдя от объективной истины, не впадая в объятие буржуазной теории. Вот, понимаете, вот единство, вылитые из единого куска стали, вынь кусочек, и все. И вот этим-то приемом вынуть кусочек, абсолютизируется, пользуется и пользовались наши идейные классовые противники. Каким образом? Конкретный вариант. Вот сейчас критикуют марксизм у нас в отечестве больше, чем за рубежом. За рубежом он, я вас уверяю, я был в Гарварде, в университете, в Бостоне, да, я в библиотеке был там, был на лекции даже, вот повезло мне так, да, но смотрю, Маркс там у них как представлен-то. У нас в библиотеке нынешней, в каком-нибудь УЗе, Маркса в таком количестве не найдешь. И изучают они, они просто в библиотеке держатся, понимаете. Признают Маркса, признают, а мы признаем, а мы вот критикуем, не мы, конечно, а наши, опять же, эти идейные противники. И каким образом? Вот давайте представим Маркса, это старый прием. Марксизм в целом, это экономизм, экономический детерминизм. Маркс якобы утверждал, что вот экономика все определяет, она является и альфа, и амебой всего в нашей жизнедеятельности. Вот от экономики берем, прямо выводим. Да, и отсюда соответствующие концепции, которые якобы развивает марксизм. Ну, по поводу экономического детерминизма, как якобы основы марксизма. По этому поводу Энгес в письме Боргиусу, это одно из писем, так называемое в историческом материзме, писал, что вот сейчас стало очень модным нас с Марксом представлять, это уже после смерти Маркса он писал, представлять наше учение как экономизм какой-то. Что мы якобы считаем, что вот только экономические какие-то отношения являются определяющими. Ничего подобного. Мы с Марксом всегда были, остаемся диалектиками. Поэтому обратное воздействие на строечных явлений на базисные мы не только допускаем и признаем, но обязательно нужно это учитывать в общей борьбе за освобождение человечества. Да, ведь они такую цель ставят. Освобождение человечества от эксплуатации, от войн. Вот то, что несет с собой последняя стадия этой частной собственнической формации, капиталистической формации. Об этом, кстати, хорошо сказал наш рабочий, который Шилов выступал здесь, на этом самом месте совсем недавно. Так вот, и что сначала обвинили Маркса в том, в чем он не виноват. По-прежнему продолжается вот это отождествление марксизма, основной идеей с экономическим детерминизмом. А затем начинаем как бы развивать этот экономический детерминизм. Во что он оборачивается? Вот в такую концепцию, очень до сих пор модную, концепция постиндустриального или информационного общества. А база-то какая? Технологический детерминизм. Развитие, прежде всего, техники, как составляющей производительных сил, ну, ну, одной из составляющей, а не единственной составляющей производительных сил общества по Марксу, опять отрыв, технику абсолютизировали. И, кстати, этот отрыв еще на чем основан? Вот у виднейших представителей вот этой концепции постиндустриального информационного общества. Это, по сути, одно и то же. Ну, это просто развивается техника, да и информационная техника. Вот она нам и обеспечит благоденствие. А использовали классики этого подхода, Даниэл Белл, в частности, Маркса цитирует первый том капитала Маркса. Отдельные общественно-экономические информации, пишет Маркс, различаются не тем, что производится, а тем, как производится, какими средствами труда. И показывает, вот если мы оказались в какой-то местности и видим, там работает на предприятии паровая машина, это капитализм. А если мы видим витрины и мельницы, это феодализм, техника. Но Маркса не абсолютизирует, а вырвали из этого, да, из его большого тома, даже первого тома капитала, вот эту фразу, и построили целую теорию. Вот мы будем развивать технику, технологию, и все проблемы социальные снимутся сами собой. Не нужно никаких революций, никаких гражданских и прочих войн, потрясений, потому что выдающаяся техника будет производить столько, сколько нужно всем. Ну и вот мы уже получили эту выдающуюся технику, да, которая действительно может обеспечить благоденствие на всем земном шаре. А оно есть, это благоденствие, нет. Да зачем далеко ходить у нас в отечестве? С одной стороны олигархи, а с другой стороны или наши выдающиеся топ-менеджеры, руководители производства, которые зазорным считают получать меньше, сколько? Одного миллиона рублей в день. У них приходится 365 миллионов в год доход. А с другой стороны, какой из наших рабочих внизу, ну не очень может высокой квалификации, может похвастаться тем, что он миллион в год получает. Не в день, а в год. Да, миллион. А если больше миллиона, это уже обеспеченный человек, да, вроде как. А тут месяц. Вот вам разрыв. На основе техники, конечно, возможно такое, да. То есть техника более высокопроизводительная позволяет, об этом Маркс записал вполне определенно в том же капитале, производит увеличить уровень эксплуатации, да. Производительность труда возрастает, соответствующая, вот последний, четвертый том капитала, да, о прибавочной стоимости речь идет. Вот это надо почитать. Но я вам скажу, вот чтиво, даже для меня, человек подготовленного с двумя высшими образованиями, доктора философских наук, я вам скажу, я одолевал Маркса капитал несколько раз. Я его вроде одолел. Ну вот я сказал, видите, с сомнением, вроде. Но стремиться к этому надо. Можем ли мы в рабочей академии это вот проработать? Я не знаю, по силам ли это нашим, это задача, да, если я говорю вроде. Ну а теперь вот к концепции дилектического детерминизма, должен же я сказать заявленную тему. Это основание всего социального учения Маркса. Мало того, скажу больше, это основание всей диалектико-материалистической философии, марксизма, учения о диалектическом детерминизме. Что это такое? До Маркса и после Маркса теоретики разных уровней и масштаба шарахаются из одной крайности в другую. Какие крайности? Началось все еще с Древней Греции. Философия Демокрита, философия его последователя, томиста тоже Эпикура. И вот один абсолютизировал Демокрит необходимость, случайность люди выдумали для того, чтобы прикрыть собственную нерассудительность. Не зная действительных причин, а причинно-следственные отношения абсолютно необходимы. И говорят, что это произошло случайно. Эта точка зрения один к одному была повторена Лапласом, Кьером Симоном, автором теории вероятности. Это уже 19-е столетие. Ровесник и соотечественник Наполеона. Абсолютная необходимость. Автор теории вероятности, которая основана на понятии случайное событие, случайность третирует, как, опять же, незнание действительных причин. И если бы был такой демон, пишет Лаплас, опыт философии и теории вероятности, который своим демоническим сознанием мог бы охватить все причинно-следственные связи мира сейчас, в это мгновение, то ему бы, этому демону, его демоническому сверхъестественному сознанию открылось бы все бесконечное будущее, он бы мог предсказать, что с кем, когда с планетами, со звездами, с галактиками, с вселенной произойдет. Точно. И все бесконечное прошлое открылось бы ему. Эту позицию до сих пор разделяет многие. Слышали об антропном принципе? Вот я недавно по телевизору посмотрел в разделе культуры, недавно, вчера, беседу с нашим известным академиком Ивановым. Ой, все вот, забыл. Он вообще-то сам литераторовед, вроде гуманитарий, но вот он пишет, он, вернее, не пишет, пардон, говорит об антропном принципе. Какой он замечательный антропный принцип. Это вообще один из, так сказать, вот сейчас обсуждаемых и принятых уже в программу, включенных по философии. Представьте себе, сверху пусть и леонтропный принцип. Что это такое? В двух словах. Значит, константы физические вселенной в момент ее образования, это концепция, хотя она не имеет права на концепцию, я этим специально занимался, у меня докторская с этим связана. А это гипотеза, а не концепция так называемого большого взрыва, сингулярное состояние вселенной, точка, какая точка, взорвалась, и вот началась образовываться энергия, образовываются атомы, и так далее. Так вот, константы физические вселенной на тот момент времени, это примерно 14 миллиардов лет тому назад, всего-то навсего, они были таковы, что необходимо вели к нам с вами, к человеку, антропный принцип. Что это такое? Это телеология, попахающая чем? Теология уже, понимаете? И по этому поводу уже Марк с Энгельсом высказались. Энгельс рассматривает это представление о мире, ну, значит, не удержусь, в котором нет случайности, хотел процитировать, но не буду, своими словами скажу. Значит, вот, все-таки, вот, насчет мировоззрения, Энгельс пишет, «Диалектики природы», что в последние десятилетия, и даже столетия, характеризуется развитие науки, пишет Энгельс, характеризуется выработкой своеобразного общего мировоззрения, центром которого является представление об абсолютной неизменяемости природы. Изменяется, но абсолютно необходимо, поэтому она, природа, изменяется и не изменяется. Значит, да, я понял, что я тоже увлекаюсь, естественно. Так вот, если абсолютно необходимо по демокриту, нам делать нечего с нашим сознанием, с нашей идеологией и мировоззрением, ничего не нужно. Все же абсолютно необходимо. Вот то, что я говорю сейчас, и уже ушел до две минуты от положенного времени, это было абсолютно необходимо, это было заложено, вот Энгельс по этому поводу был в туманности, из которой образовалась наша вселенная. Энгельс тогда уже пишет об этом. Вот этот антропный принцип, да, абсолютно необходимость. Ну, тогда все, туши свет, не надо нам ничего, разуму и науке. Ну, а если обратный момент, Эпикур, абсолютная случайность, не причинно необусловленное отклонение атома от прервой линии, так называемой, да, и это абсолютная случайность, это основа индетерминизма, противоположного детерминизму, да, концепции. И если мир абсолютно случайный, нам тоже нечего в нем делать, с нашим сознанием, оно не нужно тоже, как и абсолютно необходимо, потому что все непредсказуемо случайно, вот, что завтра произойдет. Законов тогда нет, и законов развития общества нет, и марксизма нет, то есть, он есть, конечно, там бумаги, да, но вот случайно совершенно появилось, и никакого отношения к объективной реальности, которую абсолютно случайно не имеет. И вот это у нас новомодная теория, на этом основаны, идущие далеко, это вот теория, не удержусь от того, чтобы пнуть еще раз, синергетики очень модные, у нас Владимир Павлович Бранский, как говорят атеисты, царство ему небесное, прекрасный, мой учитель, мой учитель Бранский, я его всемирно уважаюсь, но он с этой синергетикой в последнее время я с ним спорил, но было бесполезно, понимаете, теория самоорганизации пригожина, я не буду, конечно, даже вкратце представлять, но там роль играет какая, флуктуация, в докторской я раскритиковал пригожина, тогда еще слова энергетики не было, когда докторскую 32 года тому назад защитил, еще не было, Эйген придумал это слово синергетика, а там теория дистепутивных структур, не буду об этом говорить, вот случайная флуктуация, раз что-то такое произошло в этой неупоряченной структуре, может в общественной, и вот что-то произошло, революция, случайная флуктуация, да, о чем мы говорим, вот, и потом дальше пошло удивительным образом необходимо, понимаете, вот как индетерминизм, с абсолютным детерминизмом противоречиво соединяется, если теория логически противоречива, это не теория, это какая-то мешанина, но люди верят в это, вы знаете, вот, некоторые, не все, большинство, большинство у нас плену, как там бабка Ванга сказала, вот, как там Настрадамус пророчил, а, у нас 90% населения земли в это все верит, в эту чушь, а логичную, потому что тут опять случайно соединяется с абсолютно необходимостью, дальше, случайный шаг, вот эта теория там, теория хаоса, да, еще новомодная теория, которая там автор, вот, забыл американский, кстати, сколько еще можно? Ну, дайте пять минут, вот, хочу все-таки теорию хаоса, на 10 минут вышли из графика, а, виноват, значит, ну, вот, там тоже, это Эдвард Лоренс, Эдвард Лоренс, да, вот такой, да, и с ним носится, это вот теория хаоса, где, значит, какое-то случайное событие, флуктуация по синергетике, а тут теория хаоса уходит вроде в сторону от синергетики, но то же самое, и потом цепь причинно-следственная, и что-то произошло, что у Лоренса, он метеоролог был, так вот, у него, цитирую его, взмах крылья бабочки в Бразилии может вызвать торнадо в Техасе, взмах крылья бабочки, вот случайное событие, ну а потом вспоминаем мы, конечно, замечательный рассказ Брэдбери, Грянул гром, и там тоже бабочка, и тоже ее раздавили, путешествия во времени, путешествия во времени, антинаучная концепция, не в чем путешествовать, теперь относительности Эйнштейна доказала, время это характеристика изменения материальных систем, нет времени как такового, вот, как и пространство как такового, у нас носятся в абсолютном пространстве, в абсолютном времени, социальное пространство, социальное время диктует нам что-то, демократическую перестройку нам диктует, все понимаете, аллогично, антинаучно, но народ попадается, или тот же попер еще, ну по поперу, хорошо, вот, выдающийся логик, выдающийся логик 20 века читаем в Экипедии, не логик, он логик формально, но он такие чудовищные логические ошибки делает, в том числе критикуя открытое общество, критикуя врагов открытого общества, враги открытого общества, вот его, главная его монография, да, кто враг, это вот Платон, Гегель и Маркс, почему, они все предположили, что общество развивается закономерно, а вот я вам сейчас докажу, доказал, интеллигенцию у нас читает только попера, интеллигенция со степенями учеными, большими, не только философски, я беседовал с докторами физико-математических наук, они, да, вот попер доказал, я говорю, ну вот я покажу, я в нескольких статьях уже попера опроверг, но нет пророку в своем отечестве, и потом я вредно опровергаю, вот, почему, почему все случайно, потому что оказывается развитие общества определяется не какими-то процессами объективными, да, и закономерностями, а случайными открытиями какого-либо ученого, даже в древности, тем более сейчас, вот он открыл, он реализировал своим открытием практику, практика шагнул вперед, производительные силы, развитие получили, вот вам, пожалуйста, и не надо никаких революций, вам, пожалуйста, практика благодаря случайному открытию, субъективный идеален, сознание человека определяет его бытие, и не только его, но и всего человечества, у попера, а как он доказывает случайность открытия, он говорит, а потому что открытие непредсказуемо, потому оно случайно, ибо оно, если бы было необходимо, оно было бы предсказуемо, но почему оно непредсказуемо, а предсказать открытие, это логический парадокс, сделать открытие до открытия, вы должны сказать, что будет открыто, когда будет открыта, сущность открытия, но вот это не понимает доктора всех наук, каких я только встречал, Они это не понимают. Это же формальная логика элементарная. Вот на чем наши идеологические противники-то базируют свои концепции. И одуряют не только народ там в низах со средним образованием. Но даже докторов наук. А какая элементарная? Ну извините, вот выгрываюсь. Да. Мы нужны у нас остановить. Да. Ну вот какая? Ну я же не вбил в гроб попера последнего гвоздя. Ну дайте мне это сделать. Все-таки. Общий слой уже. Позором, а не надо без идей. Да. Оппортунистом, да, соглашателем. Так вот. Поппер. Бивайте гости. Вот от последнего гостя ухожу. Значит, он отождествляет субъективную предсказуемость какого-то события, субъективной закономерности этого события. А предсказать мы почему не можем? Потому что два момента. Либо нет действительно объективной закономерности здесь и сейчас. И мы ее открыть не можем. Либо она есть, но мы ее не открыли. И поэтому не можем предсказать. Это уже с нашим незнанием связано. А Поппер это отождествляет. И огромное большинство его читателей до сих пор это вот не видят. Я поражаюсь. Я по этому поводу множество статей написал. Читайте в интернете. Это был последний гость? Все. Все. Извините. Вы разгромили всех практически противников маркетинга. Идеологических. Которые хоть что-то из себя представляют. Субтитры создавал DimaTorzok.